Минувшие ночью жители Поволжья и западных областей Урала стали очевидцами красочного явления падения крупного метеорита. О том, что небесный гость упал где-то рядом с их городом, поспешили заявить жители Казани. Ёжкоралы, Кирова, Ижевска, Уфы и Перми. На самом деле, где именно упал метеорит и упал ли он вообще или сгорел в атмосфере, пока доподлинно неизвестно. Но, по крайней мере, ученые развеяли появившиеся было слухи о падении на Землю обломка советского разведывательного спутника, 40 лет болтавшегося в космосе без дела и использованного в качестве мишени при испытании российского космического оружия. Нет, пронесшийся в небе над Россией яркий болид действительно был метеоритом или метеороидом из метеорного потока Леониды, через который в эти дни проходит наша планета. Вспышка при его падении или сгорании действительно была яркой, раз ее видели в шести регионах. Однако звука взрыва никто не слышал, что может свидетельствовать о том, что метеорит был не очень большим, возможно, всего несколько сантиметров. На сайте Роскосмоса говорится, что Земля проходит через метеорный поток Леониды, образовавшийся когда-то при разрушении кометы Темпеля-Тутля, с 6 по 30 ноября. Но на 17 и 18 ноября приходится максимум активности метеоров. Предполагается, что в течение каждого часа в атмосферу Земли падает около 15 метеоров со скоростью 70 км в секунду. Большинство из них нам незаметны, так как их падение происходит над океаном. Но и на суше падение небесных тел видно только ночью, а ночи эти довольно светлые из-за полнолуния.